откуда эта гениальность откуда она взялась я вот тут ребятки сижу и размышляю над новым брендом на чайной основе и никак не могу понять почему никто из производителей чайных смесей до этого момента не додумался назвать свой продукт чайковский это же так прямолинейно это же банально и это же так запоминающийся получает что чай чайковский не берем сюда слово чабака чабака сделали гениально ч и табака чай плюс табака равняется чабака это понятно но ведь здесь есть фишка есть куча других чайных брендов и никто не назвался чайковский с одной стороны это и круто с другой стороны это как-то банально но окажется ли этот бренд банальным внутри мы сейчас и разберемся короче я сейчас попытаюсь себя сдерживать чтобы не перейти на какие-то личности и как бы не оскорблять короче маленькое предисловие по бренду чайковский мне пришел боксик я его прокурил сейчас расскажу что к чему пришло мне вот такое письмо и я увидел имя максим я такой блять стоять нахуй неужели это тот самый максим с которым у меня ну вот прям напряженочка в отношениях а именно с брендом шпаковский я знаю давно что максим покинул бренд шпаковский грубо говоря он покинул бренд который на его фамилии основан я такой думал ну это пиздец думаю блять макс мы с ним не очень сошлись во многих вещах особенно так сказать маленькой такой подставой да и я думаю ну чайковский ты как бы тоже пойдешь нахуй но потом я подумал что блять я же не блять не чинишь паковского ну не максима же буду здесь обозревать а в принципе продукт поэтому я подумал ну окей сделай я обещаю что мои взаимоотношения с максимом никак не повлияют на обзор этого продукта никак с хорошей стороны никак не с плохой стороны да давайте разбираться пришла ко мне вот такая вот ой 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 посылочка бандеролька я поначалу думал ну блять пиздец очередная коробка блять из хуёвых гвоздей блять склеена хуёвым клеем думаю блять набита соломой и так далее я это все открыл увидел здесь сургуч думаю ну окей а потом уже обратил внимание что это вот такая вот красивая досточка с хорошей такой гравировкой иду прикольно ладно окей это закатывает это интересно и мне очень понравился qr-код конечно же это ёбаный чайковский ебать как же не положить какой-нибудь чай в бокс с чайной смесью обязательно блять все будущие производители чая запомните если вы производите на основе чая обязательно свои блогер боксы ложите варенье и чай без этого просто никуда ни одна медийная личность не додумается что этот чайный бренд если не положить им чай ладненько давайте потихонечку разбирать поначалу когда я взял эту баночку я сразу понял что это очень приятная мне баночка тем что она мне привычно я уже привык к этой форме я уже привык так сказать full обклейки за исключением дна да надеюсь кто-нибудь донышко тоже скоро будет начнет обклеивать а возможно и обклеивают не знаю короче не обращал внимания а я начал разглядывать эту баночку она мне начала нравиться так как продукт из санкт-петербурга вы знаете санкт-петербург у нас такой прямо духовный город со своими уставами нравами и конечно же со своим стилем в баночке без этого не обошлось здесь у нас есть виниловая пластинка и написано чайковский мне это очень понравилось но потом когда я начал уже более осмысленно вглядываться в эту пачечку она мне перестала нравиться единственно что мне здесь прямо очень понравилось это древний русский язык с твердыми знаками немного очень похож на украинскую мову до их письменной с этими буковками мне это очень понравилось также понравилось что вот здесь я не знаю видите вы это или нет но здесь есть такой тоненький продублированный текст вкусов это очень прикольно и я думаю давайте уже не буду запёздываться и так далее дохуя пиздеть что мне понравилось что нет потому что дизайн упаковка это дело вкуса и кому-то это прям пиздец понравится кто-то скажет ебать ненавижу банки давай пакеты нахуй ну внутри аночка внутри аночка вот что нам важно с вами короче что у нас есть у нас есть чайный лист на основе двух сортов чая и что мне очень понравилось вот сейчас напишите в комментарии мои композиции да да не миксы не кальянные смеси а именно композиции это новый уровень кальянного искусства а урыли закопали закопали понял все теперь типа получается так месье кальянный сомелье а можете мне создать какую-нибудь высочайшую композицию хочу это слышать примерно так короче композиции в короче а блять сука у чайковского в районе 20 композиции плюс собачий холод собачьи холод как я понял это какой-то едкий холодок у меня его нет у меня раз два три 4 5 6 7 8 вкусов и я их почти все прокурил опироль у меня так и не закрылся почему потому что это что-то максимально цитрусово и крышку просто выгнуло что пиздец по сырью здесь два сорта черного чая и конечно же он пиздец жидкий то есть сиропа здесь очень много но я вам скажу так что сиропчик здесь играет более наверное важную роль яркость получилось отменной это прям очень ярко но при этом какая-то граница соблюдена того что ты не чувствуешь переоромленности ты не чувствуешь приторности ты чувствуешь яркий вкус того чего ты куришь а я курю здесь что манговое варенье манговое варенье а манговый йогурт манга раскрывается прикольно йогуртовая основа есть а давайте пройдемся далее я уже сказал что табак очень жидкий забивается он в чашку особенно в прямоточные чашки очень очень неудобно потому что пока ты поставишь call out а или натянешь фольгу до греешь угли то большая часть сиропа у тебя вытекает уже по шахте его сиропа прям очень много мне это немного не понравилось возможно когда-то бы имеет и нравилось я сказал бы ебать какой табак носи не сейчас также по курению когда я прокуривал я столкнулся с такой вещью как немного постоянная недогретость а почему потому что я курил на 3 25 углях потому что боялся что начну выпекать начну запекать весь этот лишний сиров табаке выжимать его я сказал блять спасибо нахуй этот этап давно прошел блять к нему не вернусь никакого нахуй рехаба с выживание с выжиманием табака точно не будет и чувствовал постоянную недогретость табака постоянно как вот как будто блять не хватает блять соли в супе понимаете вот надо вот щепоточку пару кусочков я короче думаю ну хуйня похуй табак казенный табак прислали бесплатно а хули блять мне не не поставить на него четыре угля я кидаю на него четыре угля грею его буквально две-три минутки первые три тяги такая же недогретая хуйня а потом шикарный яркий вкус такими темпами я прокурил все заново и давайте я сейчас немного расскажу по тем вкусом которые у меня есть что мне понравилось а что мне нет вот здесь что мне понравилось вот здесь что мне не понравилось карамельная дыня мне не понравилось почему потому что дыня пиздатая карамельная по вкусу огонь но вот здесь вот переоромлена от прям очень переоромлена опероль шприц Вау, это мне понравилось Это круто, это прям вот хороший опироль Огуречный лимонад Я вам скажу так, что Возможно, для меня Это самый пиздатый огуречный лимонад Да, он получился охуенно Лучше даже, чем у Фахофины Хукафина, блять Фисташковое мороженое не вспечатлило Она проигрывает по многим параметрам Именно по параметрам Слышимости этого вкуса другим производителям В частности, Дарксайду Цитрусовый микс Мне не понравился, потому что Он выгнал эту банку Это полнейшая химоза Она мне не зашла Возможно, любители цитруса именно вот такого яркого Кайфанут Малиновый чай, блять, это божество Это реально охуенно Это идол, блять Нежное малиновое варенье Малиновый чай Вот реально как малиновое варенье С оттенками йогурта Какого-то вот непонятного такого молочного привкуса И очень нежное И прям мягкое-мягкое Гуава, банан, кактусовый финик Как бы подумается, намешали Что пиздец На самом деле, я скажу, что это просто Охуенный баблгам Вот реально, не спизды и не пиздеть Это охуенный баблгам Ну и последний вкус, который у меня здесь есть Это, конечно же, манговый йогурт Я его сейчас курю И он у меня спорно Манго пиздатая Вроде бы йогурт пиздатый Но когда ты это все вместе начинаешь прокуривать То вот композиция Шпаковский, Максим Немного не завершена Как будто где-то сфальшивил Вот реально Ты вот в этом вкусе Манговый йогурт Ты сфальшивил Поэтому вот над этим вкусом нужно поработать Что еще хотелось бы сказать А, наверное, всеми здесь любимая рубрика Которую я всегда забываю Возможно, никогда ей не интересуюсь Это Розничная цена РРЦ 150 рублей за За 50 грамм Но Учитывайте того, что доля табака Которая залезет в чашку И не утекет у вас по шахте Значительно меньше В этом, наверное, есть проблема сиропистости Сиропистости данного продукта Сиропистости, конечно, ты понял То, что очень много сиропа Соответственно, много веса А вес в сиропе На прямоточной чашке Это просто никуда не лезет Ни в одни ворота Вообще никуда На фанале, окей Сироп сохраняется Все нормально Это этот сироп долбишь И на самом деле Я на этот табак На фанале не прокуривал И я думаю, что за счет того Что у меня на прямоточных чашечках Какое-то количество сиропчика Вытекает по шахте И я не раскрываю до конца вкус Возможно, не отрицаю Но я обязательно это попробую А попробую я, конечно С малиновым чаем Короче, ребятки Это Шпаковский Понял, Максим? На тебе клеймо Вот На тебе клеймо Это Чайковский Бля, ну пиздец Ты даже, в принципе, созвучно Чайковский-Шпаковский Назвал все это Это сложно А я вам напомню Что это последний, наверное, обзорчик Предпоследний обзорчик В данном формате Потом все грубо поменяется Прям пиздец Я думаю, вам тоже это понравится Поэтому И вот